В зале администрации района прошел семинар для некоммерческих организаций по вопросам участия в конкурсе президентских грантов. Его участниками стали представители социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории района. Модераторами встречи выступили представители управления Минюста по Республике Адыгея, Министерства труда и социального развития Республики и Ресурсного центра поддержки гражданского общества Адыгеи. Цель нашего сегодняшнего приезда – донести до вас возможности, предоставленные государством в виде грантовых поддержек, в виде субсидий. Это направление возьмет на себя Минтруд и автономная некоммерческая организация. Мы, пользуясь возможностью, хотим также донести до вас определенные изменения, которые произошли в законодательстве, раздать буклеты, которые сформированы для вас, которые содержат формы, образцы, перечень. У нас меняются контактные данные, они также отражены в буклетах. Также требования к отчетности. У религиозных организаций отчеты не сдаются, поэтому их это не касается. Для остальных НКОшек хотим довести до сведения, что до 1 января 2025 года ежегодная отчетность по размещению на сайте является теперь необязательной. Но при этом она сдается в бумажном виде и публикуется в средствах массовой информации. В ходе семинара общественникам разъяснили требования законодательства Российской Федерации в сфере государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций, о возможных мерах, формах их поддержки. Рассказали о федеральных и республиканских грантовых возможностях, с чего правильно начинать подготовку своего проекта и на что должны быть направлены мероприятия проекта. Есть у нас у НКОшек три возможности, три подачи основные. Это фонд президентских грантов, сейчас он увеличился в разы, сейчас он более 8 миллиардов рублей раздается. Организации подают самые разные, от ТОСов, представителей РПЦ, казачества, которые ветераны занимаются, до организаций, которые спортивные, крупные какие-то мероприятия, фонд президентский, второй фонд культурных инициатив. Точно так же, только еще помимо НКО могут подавать ИП, ООО, библиотеки, муниципальные организации и республиканские наши гранты. Республиканские гранты раз в год, они будут открываться в мае следующего года. Здесь, конечно, конкуренция чуть побольше. В этом году разыгрывалось 30 миллионов, заявок было 60, поэтому есть те, которые не выигрывают. Заявка несколько усложняется, писать ее становится сложнее. Для этого, по сути, ресурсный центр. Гости отметили, что некоммерческая организация, имеющая выстроенный проект, четкое видение достижения основных целей и задач, а также соответствующую команду единомышленников, легко может рассчитывать на получение финансовой поддержки в форме президентского гранта.